АПЛОДИСМЕНТЫ Алё, еле дозвонился к тебе. Да, ты скоро? Уже идёшь, да? Понял, хорошо. Да, у меня для тебя сюрприз. Какой, какой? Приходи, узнаешь. Давай быстрее, я жду, давай. Так. А вот и сюрприз. Выпить за 5-10 минут до секса. Так. Надо посчитать, получается. В лифте поднялась 3 минуты. Зашла, пальто скинула минуту, прошли к столу, выпили по бокальчику, и всё хорошо. Ну, с Новым годом, с новыми ощущениями. Уже? Мы почти готовы, что-то? Женечка, привет. Привет. Жень, слушай, ты не будешь сердиться? Я маму с собой позвала. Твою маму, Лен. Ну, конечно, мою. Но не твою же. Жень, да ты не переживай. Ну, просто понимаешь, у неё перед самым Новым годом Чарлик, собачка её, ну, умерла. Но я не могла её в таком состоянии одну оставить, понимаешь? Лен, а давай я Чарлика сейчас вмиг реанимирую. У меня есть такая таблетка, она мёртвого стоять заставит. И мама поедет домой. Женечка, ты не переживай, мама нам праздник не испортит. Лена, испортит. Испортит, причём уже минут через пять. О, Женечка, Женечка, представляешь? Только что на улице встретила пёсиков. Один в один, как мой Чарлик. И вас с наступающим, Людмила Евгеньевна. Спасибо, спасибо. Какое горе. Она к нам надолго? Она Новый год встретит и уедет. Отлично. С Новым годом, Людмила Евгеньевна. Спасибо, спасибо. До свидания, счастливо. Мама, ну Женя шутит. Жень, ну что ты, где твоё гостеприимство? Приглашай маму к столу. Мама, прошу к столу. Спасибо, спасибо. Ты видишь, всё уже приготовила. Да, ну что? Спасибо. Женечка, ты столько всего тут нарезал. Молодец. Ну, Чарлик, да, мамочка, ну всё. Извините, простите, да. С наступающим, да. О, гусь готов. Фух, как совпало. Пойдёшь? Не обманули. Жень, Жень, гусь готов. Пойдёшь, выключишь? Поча, может, Лен. Но он же сгорит. Пусть горит. По рецепту, может, так положено. Ну, хорошо. Кто-то будет холодец. А, будешь холодец? Нет, спасибо. Нет, можно мне его, чтобы места было больше? Я на колени поставлю сейчас. Ой, как хорошо. Что хорошо? Хорошо, места много на столе просто. На почве стола просто. Бутылку можно ещё с ведёрком, с шампанским? Не видно просто вас из-за него. Ой, как хорошо вас видно стало. Там получше. Ну что, давайте, что ли, да? Ну, выпьем, конечно. Выльем за уходящий, да? Да, пожалуйста. Проводим, уходящий. Жень, разливай, что ты. Надо же. Весь лёд растаял. Да, и вода куда-то испарилась. Ну ладно, наливай, Жень. Фух. Ну что же, Женечка, скажи что-нибудь. Да, Жень, скажи что-нибудь. Да, 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 сейчас, сейчас скажу, конечно, скажу. Скажу. Ну, теперь осталось только, чтобы деньги были. Давайте. Прекрасно. Ну ладно. Замечательно. Ой, Жень, ну опять гусь. Ну пойди уже выключи его, а? Ну что ты? Фух, 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 фух. Женя, а почему со столом? Так удобнее, Лен. Сейчас вытащил гуся из духовки на стол поставил, и оп, гусь сразу на столе. Ну ты видишь, какой он у меня хозяйственный. Хозяйственный молодец. Смотри, значит, Лен, пока он ушел, ну давай, расскажи маме, что твой Женечка тебе приготовил на Новый год. Какой сюрприз. Ой, мам, я тут, в общем, намекнула ему про одно колечко, ну и потом случайно увидела его в ювелирном магазине. Да, так что я думаю, что он мне это колечко и подарит. Я уверена. Да, это красивое очень. А вот и гусь. А вот и гусь. А вот и гусь. Жень, ну ты даешь, слушай. Да, да, скажи. Спасибо, супер, молодец, Женя. Ну, а гусь-гусем, знаете ли, давай, Жень, показывай. Что показывать? Господи, ну послушай, уже давай, не стесняйся, показывай. Лена мне все рассказала. Какой сюрприз ты ей приготовил. Ну, мам, ну зачем? А Лена откуда знает? Я случайно увидела. И что, если ты случайно увидела, обязательно нужно маме об этом рассказывать? Женечка, ну я не выдержала, я похвасталась. По-девчачьи. Господи, стеснительный какой, да? Ну хорошо, хорошо. Если хочешь, я глаза закрою. Ты сначала Лене покажешь, а потом Лене мне. Людмила Евгеньевна, ну вы с ума сошли вообще, что ли? Что у вас за семейка? Женя, боже мой, да что ты заведенный такой? Ну покажи уже колечко. Действительно. Колечко. Конечно, конечно. Колечко, боже мой. Пайны у него. Ой, колечко. Под елочкой колечко. Да ты что? Под елочкой сюрприз новогодний. Ну ты, конечно, Женя. Боже, да, мама, это оно, смотри. Оно? Смотри, вот. О, красота. Женя, если бы ты знал, как я тебя люблю. Ты даже себе не представляешь. Ой, класс. Это ты себе, Лена, не представляешь, как я себе представляю. Молодец, Женя. Что такое? Боже мой, Женя, ты что-то вспотел. Тебе плохо? Слушай, ты, может, съел что-то не то? Как раз то, Лена. Ну не вовремя просто. Так бывает. Что вы все обо мне дамы? Угощайтесь. Что это? Фрукты, бананы. Ага. Мандарины, виноград. Апельси. Апельсисины. Женя. Женя. Женя, дай, пожалуйста, фрукты. Они же похожи на мячик. Чарлик так любил играть. Надо отвлечься, надо срочно отвлечься. Надо подумать о чем-то мерзком. Надо отвлечься и подумать о чем-то мерзком. Что о нем думать? Оно само на Новый год приехало, господи. Что, не получается. Да, я просто вспомнил опять про Чарлика. Про кого вспомнили, простите? Про Чарлика. Про Чарлика? Извините. Так, и что там про Чарлика? Ну, давайте расскажем. Не стесняйтесь. Ну, папа, ну как же, ну, подавился косточкой же. Потом, знаете, так задышал, так очень тяжело. Потом начал. Мама, ну мне сейчас уже плохо станет. А мне хорошо. Что хорошо? Маме твоей, сочувствую, хорошо же, что в этом плохом. Продолжайте, что дальше с Чарликом? Ну, что оно, задышал, пена пошла изо рта. Вот такой аппетит появился. О, прекрасно. Ну, видишь, тебе, значит, получше. Ты кушай. Кушай, мой хороший, кушай, мой любимый. Давай. Лена. Обязательно нужно было меня трогать сейчас. Я только начал думать о чем-то другом. Только начал успокаиваться. Успокаиваться. Боже мой, ну что ты такой нервный сегодня? Здесь действительно нервный. Ребята, а что мы сидим? Давайте телевизор посмотрим. Давайте телевизор. Новогодний концерт, смотрите. Настя Каменский. Ох, какая она красавица. Сочная, да? Дайте пульт. А, пожалуйста. О, смотри, а на этом канале Дорофеева. Дорофеева, молодец. Не, он Дорофеева, конечно, красотка. Красотка, да? Ненавижу Дорофеева. О, отличный. О, мам, смотри, твой любимый винник. Винник пусть будет. Винник пусть будет, да. Люблю его, да. Какой красавчик, а. Вот так, да. Покрасился, что ли, а? А, не знаю. Зубы белые, боже, какой костюм, а. А, так. О, отлично. Animal Planet, замечательный канал. Что ж ты делаешь, обезьяна, а? Что ж ты... О, охота и рыбалка. Как поспокойнее. Какие пухлые губы у карпа, боже. Давайте не будем вообще ни на что смотреть. Людмила Евгеньевна, можно еще раз про Чарлика рассказать? Опять про Чарлика? Да, про всех подробностях, вот это, про судороги. Давайте вот это. Да не надо про судороги, мама. Я прошу вас, пожалуйста. О, кто-то пришел. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, соседи. Да, здравствуйте. Вы, спасибо и вас. Ну, я скорее к Женьке. Я хочу сесть на вас сверху. Что? Она что, не слышишь? Говорит, я ваша соседка сверху. Ну. Да, и что? Хочу поправить вашего малыша. Чего? Женя, да что чего, сходи к доктору. Говорит, хочет поздравить своего малыша. Ну так, это... Ну, мы могли бы раздеться, поиграть в Деда Мороза, в Снегурочку. Ну, пока моего сына нет. Да, да. Что? Женя. Говорит, может, вы переоденетесь в Деда Мороза, в Снегурочку, поздравите моего сына. Ты можешь? А, не, я не могу, я занят. Ну, не хочет. Ну, ладно, извините, с Новым годом. Да, да, это вы извините. Пойду полоскаю гнома. Куда? Пойдет поискать другого. Слушай, ну что такое, ты не слышишь? Женя, ну что? Так, давайте, ребята, ну что мы? Новый год, Лена, скажи что-нибудь. Давай. Ребят, я очень рада, что этот Новый год мы встречаем вместе. И, мам, это так классно, что ты с нами. Спасибо, Лену, спасибо. Секундочку. Мама, езжай домой. Что? Пожалуйста. Как я поехал? Как, 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 мама, на такси. Езжай домой, пожалуйста. Лен, подожди, ну, на новогоднюю ночь такси в Бучу, тысячи три не меньше будет стоить. Да хоть пять, мам. Пожалуйста, мам, я тебе сама сейчас такси вызову. Спокойно, что быстрее приедет, Убер или Уклон, Убер или Уклон, а? Попробуй Болт. Пять минут, подожди. Я маму, увы, провожу. И, да, мам? А может, слушай, как назло, ни одной машины нет. А может, на попутках, а? Какие попутки? А может, на собаках или на оленях? Чарли, как раз. Лен, может, я провожу тоже. Меня ждать, гуся, не трогать. Войдите. Ну, здравствуй, Алиса. Жанна? Жанна, не бей, пожалуйста, не бей. Жанна, пожалуйста, не бей, не бей, не бей. Да чего ты? Сейчас, стой, 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 сейчас. Что ты делаешь? Я просто недавно виниры вставила. Сейчас я их вытащу и... Да успокойся, я просто поговорить. Да, да, да. Знаю я твое просто поговорить. Последний раз после твоего просто поговорить месяц по офису в темных очках ходила. Как дура, блин. Благо, тогда в прокат вышли люди в черном 2. Хоть какая-то отмазка была. Этот раз реально просто поговорить. Не хочешь присесть? Не надо мне. Я и отсюда хорошо слышу. У меня, знаешь ли, слух почти восстановился, да. Сама такая. Так, Жанна, чё ты пришла, скажи? Эээ, Жанн, ты чего? Что за ты? Ты же мне всю жизнь сломала. А ты мне ногу. Ну, прости, прости, не хотела напоминать, прости. За что мне всё это? Жанн, да всё уже, ну всё в прошлом. Ну, я с твоим Сёпой рассталась. Мы не вместе больше. Всё, как ты и хотела. Да я знаю. Ну, так и чё ты? Я хочу, чтоб ты вернулась. О, Господи, ты не шутишь? Нет. Ты пьяная, что ли? Да. Ну, дело не в этом. Он ушёл к другой. Да, если бы. Он вообще никуда не ходит, понимаешь? Вот как тебя не стало, он сидит сутками дома. Ну, так это же хорошо. Твой муж больше времени проводит дома, как ты и хотела. Слишком много. Вот когда ты у нас была, у меня же нормально была разложенная жизнь. Ты же представляешь, я же ему никогда не готовила. А сейчас? Он мне говорит, любимая, а давай приготовим на ужин сибас. Сибас на ужин. А я в душе не чаю, кто такой сибас, понимаешь? Ну, вообще-то сибас, это такая рыба, которая... Алиса! Извини, пожалуйста, продолжай всё. Я вообще, я не знаю, у нас работает духовка, не работает. Где она вообще в нашем доме? Он сошёл с ума. Завтрак в постель, а? Второй завтрак в постель. Обед в постель. Ужин в постель. А не доведи, господи, хорошая погода, пикник в постель. Ну, это ж клёво, романтика. Чё ты? Ну, мне уже вот здесь эта романтика. Знаешь, он мне вчера устроил? Свидание на крыше, а? Как тебе? А что не так? А ничего, что декабрь месяц, а? Ну да, холодно. Ничего, что мы живём в частном секторе. На крыше свидание. Ничего не скользит? А после мы вообще пошли на озеро уточек кормить. А я, знаешь ли, Алисочка, не для этого Снежина в столицу перебиралась, чтобы им уточек кормить, а? Зато секс только с тобой. Да зачем мне столько? У нас же раньше, как у всех нормальных людей, раз в недельку. Раз и всё. И я пошла себе дальше отправлять смсочки, смотреть танцы со звёздами, за Леночку кровец голосовать. А сейчас что? А сейчас, Алиса, я даже понятия не имею, кто в СИЗО не участвует. Ну, вернись, пожалуйста. Не вернусь. У меня другой мужчина появился, знаешь ли. Один? Ну да. Ой, ты для такой шалавы, как ты, это не серьёзно. Жанна. Извини, это я по старой привычке. По старой привычке. Алиса, ну ты такая хорошая. Помоги, а? Слушай, если тебе так надо, пусть он какую-то другую найдёт. Что за ж другую? А зачем это, интересно, нам другая? Мы уже к тебе привыкли, знаешь ли. Ты хорошая. Ты не пьёшь. Ты живёшь рядом, возле метро. А нам это очень выгодно получается. Блин, Жанна, да не любит он меня больше, понимаешь? Не любит. Да с чего ты взяла? С чего я взяла? Он мне раньше каждый день по сто раз слал. А сейчас что? Что? По одиннадцать. Через день. Ну, извините. Алиса, мы просто малому взяли в августе телефон в кредит. Три месяца осталось. Потерпи, пожалуйста. Я тебе обещаю, всё будет как прежде. Но ты нужна ему. Да с чего ты вообще это решила? Он плачет. Как плачет? Всегда плачет. Даже во время секса. Раньше такого никогда не было, понимаешь? Ну, после бывало. До всегда. Всегда. Ну, а во время... А с чего ты решила, что он из-за меня плячет? Ну, может, у него на работе какие-то проблемы, я не знаю, случилось что-то? Да что ж такого должно случиться на СТО, чтобы мужик начал стихи писать, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Нет, Жанна, не вернусь я к нему. Не прости. Понимаешь, мне нужен мужчина, который постоянно со мной будет рядом. Который полку прибьёт, кран починит, если надо. Так если надо, я могу. Я могу и полочку прибить, и кран починить. Я же всему этому научилась, пока вы тут... Так же она. Алиса, привет. Привет. Я делал себе кофе, решила тебе сделать. Угощайся. Спасибо большое. А что мы улыбимся, кофеносец? Вали отсюда, а? Так я это... Это, это, это... Что ты тут хлопаешь? Всё, лавочка закрыта, птичка в клетке. У дворняжки уже есть хозяин. Алиса, а это кто? Это кто это? Да вот он, валет сюда. Падла расходилась тут, всякие кобелины личности. Жанна, ты что творишь? Блин, это мой начальник. Пофиг. Значит, богатый, купи себе новую рубашечку. Не, а ты тоже хороша села, тут наши сиськи вывалила всем. Ходите, смотрите. Жанна, а не кажется для тебя, что ты немножко сильно перегибаешь? Приперлась тут на работу, устроила сцену. Чего ты вообще пристала ко мне? Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Ну, просто за нашего Степочку переживала. Чего ты за него переживаешь? Ну, я его подавленным таким никогда ещё не видела. Не, ну, видела, когда сказала, что я беременна. Ну, потом на свадьбе. Ну, потом ещё раз после свадьбы, когда сказала, что не беременна. Олес, ну, давай вас померим. Ну, ты нам нужна. Ну, вот как ты себе это представляешь? Вот на секундочку. Как ты себе это представляешь? А, смотри. Ты приходишь к нам в гости. Я там стол накрыла. Мы сели, посидели. Я тут такая, типа, мне очень надо, и в магазин. Класс, класс. А кто я вам такая, чтобы в гости приходить? Ой, а я придумала. А давай мы нашего малого покрестим. Эти кумовья, они постоянно в гости лазят. Покрестим, я, да? Я покрещу, да? А ничего, что ему 14 лет, блин. Ой, ничего. Перекрестим. Зато Степочка сможет у тебя даже на ночь оставаться. В смысле? Ну, так сказать, не чужие же будем. Ну, пожалуйста. Ну, я же не прошу его каждый день забирать. Раз в недельку. Можно в пятницу вечером. А, да, конечно, хитрая лиса. Не надо мне. В пятницу вечером я тоже Лигу Смеха по телеку смотрю. Придумала. Ладно, мнение принципиально. Можем подобрать день. Можно вторник, четверг. Ну, помоги по-женски. Освободи вечерок. Ладно. Допустим. Допустим. Допустим, я согласна. Но у меня есть условия. Я, давай, давай обсудим. А то, ладно. Значит, во-первых, я хочу, чтобы наши с ним отношения были открытыми. Ага. Это как? Ну, пусть меня хотя бы в телефоне перепишет. Ну, что у него три года записано? Урловская 12-Б. Да, моя вина. Твоя. Исправлю, исправлю. Да, что еще значит? Я хочу, чтобы у Степы была хорошая стрижка. Свожу его в салон. Хочу, чтобы он хорошо одевался. Свожу его в магазин. Я хочу, чтобы он хорошо одевался. А, я дам денег, ты сводишь. Да. И, значит, я хочу, чтобы Степа похудел на 10 килограмм. Пас, дальше. Нет, Жанна. Я хочу, чтобы он похудел на 10 килограмм. Алиса, давай сторгуемся на 1,7 кг. Жанна, 10. Так, Алиса, ну ты перегибаешь. Ни тебе, ни мне. 2 килограмма. 10. Мать, режешь без ножа. Так, 2,5. Потолок. Меньше 80 не сброшу. Я сама ему таким брала. Ладно, хорошо. И самое главное, я хочу, чтобы Степа внес меня в свое завещание. Так. Хорошо. Поборемся за ящик с инструментами. Класс. Слушай, а мы с тобой тут так все порешали. Он вообще в курсе. Может, у него спросить? Слушай, а он когда тебя заводил, он у кого-то спрашивал? Аргумент. А как мы все-таки это сделаем? Она, дай телефон. Зачем? Ай. Так, как он у тебя записан? Степа СТО. Как у меня. Так, а ну, наклонись. Красиво. Лиса, говорю, наклонись, что ты. О, сторона рабочая. Отправить. Не сработает этот счет. Подожди. О, уже сработало. Пожалуйста. Сегодня завершусь на совещании с акционерами. Какое совещание? Какие акционеры? Дебил, ты на СТО работаешь. Ой, спасибо. Алиска, поздравляю. Тебя сегодня ждет примирительный, горячий. Си-си-си-си. А ты что будешь делать? Ой, а я сегодня приду домой. Открою бутылочку просек. Нарежу сало. И посмотрю женский квартал. Женский квартал обожаю. Там у них новенькая появилась. Комедия. На заседании Верховной Рады депутата Илью Кива, скажем так, подловили за непристойным занятием. Назовем это кнопкодавством. Так вот, делал это он все во время телефонного разговора с абонентом королева красоты Одессы Юлия. Мы хотим показать это видео, но понимаем, что многим зрителям не понравятся некоторые жесткие моменты, поэтому именно эти моменты мы слегка размыли. Размыли нужные моменты, судя по всему. На самом деле Илья Кива рискует быть привлечен к уголовной ответственности, ведь, будучи народным депутатом, он оказывает давление на органы. К сожалению, Верховная Рада это не то место, где наши депутаты могут блеснуть своим интеллектуальным уровнем, но для этого есть вечерний квартал. Итак, встречайте, интеллектуальное шоу «Самый умный». Смотрим. Добрый вечер, друзья! Звучит знакомая музыка, это значит, что в эфире программа «Самый умный». И наш первый участник. Мэр Киева. Магистр интеллектуального клуба «Что, где, в смысле, как, а?» Бессменный чемпион нашей программы, обладатель хрустального мозга, а это сегодня наш главный приз, Виталий Кличко! Ваши аплодисменты! Здрасте! Виталий! А что это у вас в пакете? Это хрустальный мозг. Вы что, разбили кубок, что ли? Да, мы с Володькой прыгали по нему. Зачем? Мы все стеклянное так на прочность проверяем. Ну а теперь встречайте сегодняшнего соперника Виталия, депутат Верховной Рады Илья Кива. Ваши аплодисменты! Аплодисменты! Здорово! Виделись! Вернее, видели! Что ж, а прежде чем мы начнем, буквально пару вопросов. Да-да. Виталий, кто пришел поддержать сегодня вас? Значит, сегодня меня поддерживает моя правая рука заммэра Николая Сидорчук. Илья, а вас? Меня, допустим, поддерживает моя правая рука. Моя правая рука. Понятно. Что ж, напомню нашим зрителям и участникам правила игры. Да. В случае, если вы не знаете правильный ответ, вы можете воспользоваться подсказкой «Звонок другу». А можно, допустим, подруге? Можно и подруге. А можно ей, допустим, не звонить, а просто фоточку отослать? Ну, если это вам поможет, то можно, конечно. Ну, фотографируйте уже. Уже. Ну, могу с другого ракурса. Ну, отсылайте, что ли. Сейчас, секунду, подождите. Так, Юля, конкурс красоты Одесса. Отправил. Замечательно. Что ж, можем начинать? Да, конечно. Итак, начинаем наш первый тур. Давайте. Блиц-опрос. Да. А, Виталий, по шрибию начинайте вы. Да. Итак, внимание. Время. Да. Время, значит, время. Что такое время? Время. У меня украли часы недавно, поэтому я не могу знать, сколько время. А может быть, украли давно часы, потому что у меня нет часов, поэтому я не знаю, сколько время. Так, стоп, время. Виталик, еще раз. Это блиц. Блиц, понимаете? Ну. У вас будут максимально простые вопросы, поэтому сосредоточьтесь. Хорошо. И давайте начнем. Давайте. Готовы? Да. Поехали. Вид спорта, в котором вы стали чемпионом. Бокс. Правильно. Коробка по-английски. Бокс. Верно. Мужская прическа полу. Бокс. Да. Порода собак. Бокс. Бокс – это только часть слова. Бокс-терьер. Нет. Бокс-чарка. Нет. Бокс-матинец. Тоже нет. Бокс-хуахуа. Виталик, ну подумайте. А! Это же кокер-спани-бокс. Точно. Да нет же, Виталий. Так. Подскажи, стоишь. Да другой рукой подскажи, что ты делаешь. Шо? Давайте я вам подскажу, Виталий. Ну. Итак, смотрите. Так. Порода собаки – бокс-йо. Ё-моё. Вы же говорили, простые вопросы будут. Сосредоточьтесь. Ну. Осталась одна буква. Одна буква, да. Итак. Бокс-йо-ж. Бокс-йо-ж. Какой бокс-йо-ж? Одна буква – бокс-йо-ж. Как делает мотоцикл? Р-р-р. А теперь все вместе. Бокс-йо-ж. Р-р-р. Правильно. Боксер. Фух Вини-фух Остановитесь уже Отдыхайте, все, отлично Илья, теперь ваша очередь Вы готовы пройти Блиц-опрос? Конечно Ничего себе, а Блиц-опрос готов пройти меня? Сейчас мы это узнаем Давайте Итак, начинаем Блиц На Пасху красят Яйца Правильно Кукушка подбрасывает чужие гнезда Яйца Верно Карманная игра Волк ловит Послушайте, а у вас есть вопросы на другую тему? Давайте попробуем Давайте Полевые цветы синего цвета Колокольчики Верно На колпаке орлики нависят Бубенцы Правильно Знаменитого дизайнера Шанель звали? Коко В точку Когда люди гуляют без цели, они? Болтаются Блестяще Наружный покров рыбы Чешу я А все видят, что чешешь ты Ответ какой Я ж говорю Чешу я Это правильный ответ, Виталий Продолжим С каким звуком движется поезд? Чух-чух-чух Правильно Что правильно? Я еще не ответил Дайте подумать Чух-чух-чух А, поезд движется со звуком Ты-дых-ты-дых Ты-дых-ты-дых Какой ты-дых-ты-дых? Так, Илья, не морочите мне Я ж просил не задавать вопросы на эту тему Так, все Прозвучал гонг Это значит, что мы переходим во второй тур Внимание на экран, уважаемые участники Что там? Выбирайте категорию И значит, у нас есть такие категории Чешские писатели Это какие? Наверное, которые пишут и чешут Тогда не подходит Хорошо Давайте тогда другую возьмем Вон, праздники июля А можно уточнить? Да Просто праздники июля Или праздники июля Конкурс красоты Одесса Просто праздники июля Тогда не подходит Давайте, ну, что-нибудь другое Виталий Да Какая вам нравится категория? Мне нравится категория города Отлично Итак, уважаемые участники Играем в города Да Виталий? Да Вы начинаете Я, наверное, никого не удивлю Я же все-таки мэр столицы Поэтому, конечно же, я скажу Сан-Франциско Илья, вам на О О От Тава Ты проиграл, нет такого города Смысл? Виталий, есть такой город От Тава, все правильно Да? Вы что, серьезно? Да Это набор букв От Тава Что это такое? Я тоже так могу Смотрите Антананариву Антананариву Есть такой город, Виталий? Да, ладно Ничего себе Ну, тогда тебе на У У Урюпинск Виталий, вам на К? Да я буду продолжать выдумывать Вот что, Кури-ти-ба, Кури-ти-ба. Верно, это город в Бразилии, Кури-ти-ба. И этот балл уходит в Италию. Какую Италию? Он мне должен идти, раз я его гадаю. Объективно. Вам, вам, вам уходит балл в Италии. Хорошо. Илья, играем дальше? Играем, да. Да я это вижу, категорию выбирать будете? А, вы об этом. Ну, я тогда выбираю категорию сказочные персонажи. Прекрасно, сказочные персонажи. Итак, внимание. Улыбчивый персонаж из книги «Алиса в стране чудес». Даю подсказку. Это Чеширский, а далее слово из трех букв. Ха, из трех букв? Да. Ну, тогда это Чеширский. Первая буква К. Тогда я затрудняюсь ответить. Виталий, может, вы попробуете? Я попробую, конечно. Значит, Чеширский. Три буквы. Первая буква К. Кий. Нет. Кит. Нет. Кол. Нет. Ком. Нет. Кот. Да. Кум. Нет. Кис. Нет. Коп. Стоп. Вы уже дали правильный ответ. Как? Так. Кий. Хватит. Кит. Да остановитесь вы уже, господи. Прозвучал гон. Второй тур заканчивается. Счет по-прежнему ничейный. И мы переходим к финальному раунду. Хорошо. В котором вам, уважаемые участники, придется угадать фильм по постеру. Хорошо. Давай. Внимание на экран. Мы готовы. Включите первый постер. Да. А-а-а-а! Что такое? Какое страшное лицо! Какая страшная рука! Уберите это, пожалуйста. Уберите. Уберите. Уберите этот постер. Давайте следующий. Следующий постер. Вот, пожалуйста. Так. Я же просил не давать вопросы на эту тему. Так. Так. Стоп. Да-да. Извините. Уберите этот тоже постер. Так. Давайте. Давайте следующий. Но это будет последний. Давайте. Вот, пожалуйста. Очень просто. Итак. Так. Давайте рассуждать логически. Что мы видим? Значит, лодка. Так. И два каких-то человека. По-моему, ответ очевиден. Это фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Объективно. Ну, какое «Трое в лодке»? Там два человека. Ну? А третий где? Собаку выгуливает. Откуда я знаю? Да. Неправильно. Думайте дальше. Подождите. Думаю. Да. Господин ведущий. Секунду. Слышишь? Вот этот кораблик, вот он похож на «Титаник». Слышишь? Не сбивай меня. Я тебе еще раз говорю. Мы не кораблик угадываем. Мы угадываем кино. Давайте я дам вам подсказку. Давайте. Да. Я открою для вас несколько букв. Пожалуйста, откройте буквы. Вот, пожалуйста. Подождите. Я не могу сказать, что вы прям открыли для меня эти буквы. Я их и раньше знал. Причем все три. Я, кажется, понял. Давайте. Господин ведущий. А вода там холодная. Да. И они в ней, допустим, плавали. Совершенно верно. И это фильм. И этот фильм «Отит». У меня такая штука была. Нет. Не «Отит». Еще варианты. Так. Надо думать. Секунду. Ну, думайте. А. Я вспомнил. У меня такая обложка была на тетрадке. Вот. 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 Итак, ваш ответ. Тит-радка. Нет, это не «Тит-радка». Думайте дальше. Хорошо. Фильм для детей? Нет. Фильм для взрослых. Для взрослых? Может, «Титюли»? Какие «Титюли»? Вы что, издеваетесь, что ли? Смотрите. Там двое плыли на лодке. На этом корабле. Да. А корабль утонул. Ясен пень. Они бы еще меньше кораблик выбрали. Слышишь? Да ну в своем уме. Что? Это же фильм «Ти-та». Дри-та-ти-та-мар-а-ри-та-да-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это «Ми-ми-ми-но». Но, придурок! Какое «Ми-ми-ми-но»? Это «Тит-та-ли». Вы что, идиоты, что ли? Ваши аплодисменты! Самый талантливый актер «Квартала» Евгений Кашевой сидел на сцене и писал пост в свой интернет-блог. Зрители в зале смотрели на Евгения и, поражаясь его таланту, аплодировали. Громко аплодировали. Внезапно из-за кулис потянуло алкоголем и дорогими духами. На сцене появились Степан и Елена. Да, Степа опять пил духи Елены. Так, Жень, пожалуйста, я тебя объявил как друга. Давай завязывай со своими блогами. Заколебал уже. Пытался съязвить Степан, жалкий бездарь, завидующий таланту Евгения. Степ, не обращай внимания. Давай просто объявим звезду. Хорошо. Встречайте на сцене вечернего «Квартала» Маруф. Стоило Маруф появиться на сцене и по зрительному залу прокатились томные мужские вздохи и завистливые женские... Послушай, не надо обращать на это внимание. Вообще, не слушай его, Анечка. Я очень рада видеть тебя на сцене вечернего «Квартала». Взаимно. После того, как Маруф вылетела из танцев со звездами, Лена была рада видеть ее где угодно. Женя, а можно не мешать нам общаться? И вообще, Ань, я считаю, что ты незаслуженно покинула проект. За годы, проведенные в шоу-бизнесе, Лена научилась врать не краснее. Что? Ты знаешь, Леночка, я из-за тебя до сих пор балет, правляю смс-ки каждое воскресенье. Спасибо. Несмотря на то, что Маруф на сцене всего пару лет, врала она уже на уровне заслуженного артиста Украины. Так, все, я не хочу больше это слушать. Да, Лен, ну, нет. Ань, слушай, пока Лена ушла, Хотел тебя спросить, а вы эти ваши концертные костюмы вместе с девчонками шьете, да? Поинтересовался Степан с надеждой на то, что костюмы в коллективе шьет китаянка, и они могут разойтись на теле прямо во время выступления. Не слушай этого лысого извращеца. Давай я тебя, значит, представлю как следует. И волосатый извращенец как следует представил себе Маруф. Ребят, где вас носят? Сколько можно искать вас? Я не могу понять. Сказал Мика, не найдя другого повода, чтобы выйти на сцену и поглазеть на Маруф. Нет, честно, мне очень нравятся ваши песни, Анечка. Спасибо. Сказал похотливый армянин, уставившись при этом совсем не на песни. Маруф, как же я рад видеть тебя, Маруф. А вот Саша Пикалов говорил от всего сердца. Чтобы высказать свое восхищение, Саша даже не побрезговал украсть букет из гримерки Тины Кары. Лысый, заткнись. Аня, я действительно просто давно хочу тебя спросить. Сказал Пикалов, чуть не забыв добавить слово спросить. Женя, я действительно хотел спросить у Маруф, будут ли у нее в репертуаре романтичные песни. Пикалов действительно ценил романтику и лирику, потому что даже во время этого вопроса по его лицу прокатилась скупая мужская слюна. Добрый вечер, подумал ткач. Ребята, может мы как бы начнем? Может я спою? Закончила свое живое общение с публикой и начала петь. Для вас поет Маруф. Маруф на сцене вечернего квартала.